Всем привет ребята, на связи GrimOptimist и вот появилась первая информация по изменениям в песочнице. Что мы там увидим с вами, как разработчики хотят поменять баланс в игре. Давайте приступим, информации ребята немало, но я постараюсь не затягивать, постараюсь покороче, только самое основное. Первое, ребята, и самое главное, наверное, это изменение распределения снарядов в круге сведения. Если кто не в курсе, то сейчас у нас в игре действует распределение по гауссу, то есть чем ближе к центру, тем выше вероятность туда попасть. То есть снаряды в края улетают, если так простым языком, реже, чем в центр. Так сейчас работает эта система, но все-таки улетают. Сейчас же они хотят вернуть старую, когда-то которая была, систему. То есть снаряды будут практически рандомно разлетаться по всему кругу. То есть, ну да, там по-прежнему, как вы видите по рисунку, в центре чуть-чуть гуще, да, но в целом они будут разлетаться и в края. Как пишут нам разработчики, это должно повысить роль брони, да, и выживаемость на дальних дистанциях. Но вот тут я могу поспорить, потому что ведь это не только по вам будут реже попадать, но и вы при полном сведении будете очень часто мазать. Это говорит лишь о том, что у вас гораздо чаще снаряды будут улетать в края круга сведения. Конечно, с вертухи теперь попадать будут реже, но, говорю, и при полном сведении тоже, ребята, скажем так, будет тяжелее играть. В общем, сложно сказать, хорошо это будет или плохо, но я думаю, что не всем это понравится. Я вот пока еще сам не определился, то есть хорошо это или нет. Ну, в любом случае, надо играть, надо пробовать. Дальше тут было изменено просто огромное количество разных танков. И сразу хочу, ребята, напомнить вам то, что не надо воспринимать это как нерв и техники, да, или ап. Это изменение сразу всех машин с 8 по 10. То есть это не нерв какого-то конкретного танка, а именно и общее изменение. Для начала по таким, скажем так, общим правилам. То, что у нас теперь бронепробитие будет падать, начиная с 50 метров, а не 100. Это довольно смешно. У танка бронепробитие с 50 метров падает, да, очень забавно. Но, с другой стороны, конечно, для повышения роли брони, возможно, это и надо. Но при этом говорят то, что минимальное бронепробитие, да, на 500 метров должно быть 82% от изначального у бронебойного снаряда и 77% у подкалиберного. То есть не получится так, что вы стреляете там, да, с 500 метров, там, с какого-нибудь атомной пушки, там, я не знаю, там, какой-нибудь Ягдпанзер Е-100, и у вас там бронепробитие там до 100, грубо говоря, падает. То есть такого не будет, всё равно 77% останется. Это хорошо, безусловно, но как это будет работать, надо смотреть, ещё раз говорю, в самой игре. А также кумулятивные снаряды, они останутся с такими же характеристиками, как и на основе, но купить их можно будет только за золото. Ну, напоминаю, что в песочнице там доната нету, там золота всем выделяют равное количество, да, но как-то, не знаю, мне кажется, голда, она просто дико имбовая будет в такой ситуации. Потому что, если мы сейчас обратимся к характеристикам некоторых танков, то здесь сразу появляются некоторые такие, скажем так, ну, любопытные вещи. Например, у того же Т-62, у него бронепробитие будут менять с 254 до 203, ребята, на 500 метров. 203, 203 миллиметра на 500 метров, это у 10 уровня, у среднего танка 10 уровня. Да, например, у артиллерии тоже, да, меняют бронепробитие, например, вот сейчас 350 миллиметров, да, у 261 ББшкой, а будет 295. Я вообще считаю, что у арты ББшки надо, в принципе, убрать, потому что это, ну, тупо нелогично и неисторично уж, если на то пошло, да. Ну, и просто как-то, какими ББшками артиллерия, вы чё? Но факт-то в том, что тоже порезали, хотя 295 это все равно очень много. И вообще, чё это все изменения артиллерии? Серьезно, только бронепробитие ББшками? Теперь, получается, танки друг друга будут плохо пробивать, а арта, как всех трахала, сверху вот так, вот так и будет трахать, даже еще больше, потому что теперь вообще, наверное, весь топовый дамаг будет только арта наносить. Ребята, это чё-то какая-то нездоровая движуха. Также, например, у ИСА-7 бронепробитие, да, будет у обычных снарядов с 240 до 205, а у Голды с 243 до 233. В общем, сильное очень снижение, ребята, 205, у ТТ-10 будет бронепробитие, представляете, да? У ИСА-4, например, бронепробитие будет 218 всего лишь стоповой пушки, что, конечно, побольше, но тоже, мягко говоря, не впечатляет. У Гриля-15, например, пробитие 229 миллиметров вместо 970. Ну, и продолжать, ребята, этот список я смысла не вижу, просто потому что везде действуют одни и те же правила. В среднем снижают на 40 миллиметров бронепробитие топовым машинам, всем, да? Причём вне зависимости от класса и ПТ-шкам, и СТ-шкам, и тяжам, и, видимо, разработчики хотят таким образом повысить роль брони, да, как они уже писали. Плюс вот эта механика распределения снарядов, плюс падение бронепробития с расстояния. Как это будет всё играться, пока сказать сложно, но что-то мне подсказывает то, что два ИСА-7, которые с 200 пробития вдруг внезапно друг на друга выйдут, они могут вечно друг с другом драться, пока вот реально 15 минут боя не пройдёт, потому что они друг друга тупо никуда пробивать не будут. Я не знаю, я не буду, ребят, пока, я говорю, ничего там ныть, никакие преждевременные войны там создавать, но что-то как-то, по-моему, слишком сильно, ребят, пробитие зарезали. Ну, вот, говорю, у батчата, опять же, было 253, стало 203, да, у фаша 155-го бронепробития было 283, стало 240, ну, ещё более-менее, хотя бы хоть как-то. В общем, не знаю, ребят, вот с такой точностью, вот, да, как будет, напоминаю, снаряды будут чаще в края лететь, то есть вы можете выцеливать НЛД, а попасть там в ЛД, да ещё и с падением бронепробития, мне кажется, что вообще все бронированные танки убивать будет крайне тяжело. Да и не только бронированные, вообще все танки будет тяжелее гораздо убивать, ну, исключение, может быть, говорю, всякие картонные ПТшки, их по-прежнему будет легко сносить. В общем, не знаю, ребят. Я дам ссылку под видео на полный список всех изменений, вы сможете с ним ознакомиться лично, если у вас есть такое желание, да. Я просто, чтобы видео не затягивать, не стал, говорю прямо про все танки говорить, потому что их много, но что-то как-то вот странно. То есть по мне они перебрали, потому что получается у нас у десятых уровней пробитие в среднем там 210-205, они ведь просто банально друг друга не будут пробивать. А как какой-нибудь, не знаю, там, говорю, да Е75 даже хрен пробьешь с такого пробития там в лоб, потому что я про всякие тапки, да, там, маусы и всё прочее вообще молчу. То есть и с голдой там не всё понятно на всех машинах, то есть если голда останется прежняя, то все будут тупо на голде вообще играть, это не знаю. Ну, ещё раз говорю, никаких вайнов раньше времени не создаём, это первое впечатление, надо посмотреть, как это играется. К сожалению, несмотря на то, что я подал заявку, мне всё ещё её не одобрили. Вот, если меня опять не пустят на песочницу, у меня реально бомбанёт, потому что, ну капец, вододела на вторую песочницу не пустить, это уже не смешно. Всё, ребята, спасибо за внимание, пишите в комментариях, как вы относитесь к этой ситуации и ставьте пальчики вверх. Всем до скорого, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok